С оркестром и подбурные аплодисменты. В аэропорту Сургута сегодня встретили паралимпийскую чемпионку Анастасию Гонтарь. Еще вчера сургутянка была на приеме у президента России Владимира Путина. Юная чемпионка стала кавалером ордена дружбы. А сегодня, спустя три месяца после отъезда из родного города, девушка наконец вернулась к семье, друзьям и тренеру. Анастасия Гонтарь стала первой югорчанкой, завоевавшей золото в Токио и четвертой спортсменкой паралимпийской сборной России, принесшей высшую награду команде. В заплыве на 50 метров вольным стилем она почти поставила мировой рекорд, придя к финишу быстрее своих соперниц. Чуть позже она принесла в копилку страны еще и серебро в комплексном заплыве на 100 метров. Сегодня девушка признается, на старт выходила с травмой плеча, но в последний момент смогла собраться и вырвать победу у именитых конкуренток. Новая цель сургутянки все-таки поставить мировой рекорд, проплыв 50-метровую дистанцию быстрее всех в истории. В Югре начался шишечный бум. Жители региона поодиночке и целыми семьями отправляются в тайгу и собирают шишки сосны сибирской кедровой, которую в народе называют попросту кедром. По словам югорчан, в этом году очень хороший урожай, плюс легкость этого вида промысла. Нужно только пойти в лес и собрать опавшие с деревья в шишки. А вот цена, по которой его можно сдать компаниям, которые занимаются заготовкой природного деликатеса, остается на высоком уровне, потому что многие продукции из кедрового ореха идет на экспорт. В одной только Нягоне сегодня работают с десяток пунктов приема дикоросов. Здесь как местные фермы, так и гости из других регионов. Кроме собственно кедрового ореха, из них сделают масло, варенье или муку. Возрождаем культуру заготовки, тем самым, соответственно, способствуем материальному положению благополучию граждан. На сегодняшний день мешок кедровых шишек стоит по полторы тысячи рублей. На сегодняшний день собрано порядка 30 тысяч мешков. Собираем не только в городе Нягонь, но и по всему северу. В 2011 году был такой последний большой урожай, поэтому в этом году такой небольшой бум произошел именно в вашем регионе, с чем я вас и поздравляю. Куда дальше пойдет орех? Наш орех перерабатывается на Алтае. Производственная площадка находится в городе Бийске. Орех дальше экспортируется в страны Евросоюза, 13 стран, включая Америку. В Дегре пройдет большой этнографический диктант. Ежегодно его организует Федеральное агентство по делам национальностей. Диктант представляет собой тест из 30 вопросов. 20 общая федеральная часть, единая для всех участников. Еще 10 вопросов уникальные для каждого региона. На решение дают 45 минут. Максимальная сумма баллов 100. Чтобы стать участником, нужно с 3 по 7 ноября зайти на официальный сайт мероприятия и нажать кнопку «Пройти диктант». Отмечу, что в прошлом году в акции приняли участие 25 тысяч югорчан. Кроме того, она впервые прошла в онлайн-формате. Результаты нынешнего большого этнографического диктанта подведут в день Конституции 12 декабря. Югорский дзюдоист Димит Елькин завоевал золотую медаль на всемирных школьных играх. Мировой детский фестиваль спорта сейчас проходит в Белграде. Это своего рода олимпийские игры. Только там принимают участие спортсмены от 13 до 15 лет. В этом году по бороться за медали приехали 2500 участников из 42 стран. Они выявляют сильнейших в 14 видах спорта. Накануне завершились соревнования под дзюдо. Там отличился спортсмен из Сургута Димит Елькин. Югорчанину не было равных весовой категории до 38 килограммов. Югорские лыжники выступят на всероссийских соревнованиях. Завтра в Тюмени начинаются традиционные состязания по лыжероллерам, где соберутся сильнейшие спортсмены со всей страны. Этот турнир является подготовкой к зимнему сезону. В состав окружной команды вошли 15 спортсменов, среди которых и Сергей Устюгов. Лыжники пробегут три дистанции. Спринт классическим стилем, раздельный старт свободным стилем и персьют кросс. Завтра спортсмены выйдут на старт спринта.